Здравствуйте, с вами снова Фантом, серия заметки о магнитостатике. В предыдущем видео мы с вами начали рассматривать магнитное поле проводников с током. Давайте продолжим эту тему. Думаю, вы помните, что в конце 10 фильма серии мы рассматривали магнитное поле проводников необычной конфигурации. Как выразился один из зрителей в своем комментарии, проводники своей формы походили на антенну. На сканах таких проводников мы видели совершенно нестандартное по сравнению с классическими представлениями распределение магнитного поля по поверхности проводника. Но еще больший сюрприз ждал нас при рассмотрении карты плотности за линии напряженности для такого необычного проводника. На всех предыдущих сканах проводников мы видели за линии в виде прямых, а тут ситуация изменилась принципиально. Центральная зона нашего проводника оказалась заполнена вихревыми образованиями, характерными для так называемой стенки блока постоянных магнитов. Давайте попробуем разобраться, почему так произошло. Итак, чем данный опыт отличается от предыдущих? Проводник, использованный в нем, отличается от остальных по нескольким параметрам. Точками ввода тока служат не середины сторон, а углы, и еще его ширина соотносятся с длиной как 4 к 3. Давайте для лучшего понимания сравним сканы одного и того же проводника при изменении точек ввода тока с середины сторон на углы. Как мы видим, даже на общей картине распределения с верхнего сенсора есть отличия. А теперь сравним карты из-за линии. И вот тут мы видим уже упомянутую принципиально отличающуюся картину. Что же на это повлияло? На первый взгляд можно сделать вывод, что причина только в изменении точки подключения. И это действительно так, но только если принять во внимание другой параметр – соотношение длин сторон. Без него такого эффекта не будет совсем, либо он будет значительно меньше выражен. Тут мы подходим к пониманию моих слов, что ассоциация зрителя о данном проводнике с антенной абсолютно верна. Давайте попробуем рассмотреть наш проводник как некую антенну. Каждая грань формирует четвертиволновой вибратор, а разница в длинах создает биение между двумя частотами, формируя третью. В результате в пространстве, прилегающем к нашему проводнику, образуется как бы сетка из стоячих волн, вертикальную компоненту которой и регистрирует наш скандер. Мне могут сказать, волны-то должны быть высокой частоты. Именно так, я бы даже сказал сверхвысокой. Но узор стоячих волн, образовавшийся в результате суперпозиции этих волн, геометрически неподвижен, только пучности пульсируют. А скандер, по понятным причинам, показывает только их интегральные значения. Иллюстрацией может служить аналогия с образованием стоячих волн на вибрирующей металлической пластине. Понимаю, что подобные заявления нуждаются в создании модели происходящих процессов. И такая модель существует. Она будет подробно рассмотрена в цикле роликов по теме этот вихревой мир. А мы пока продолжим. Как было показано в прошлом видео, даже небольшие искривления проводника порождают хорошо заметные кольцевые изолинии напряженности магнитного поля, охватывающие деформированный отрезок. В школе нам об этом почему-то не говорили. Давайте попробуем посмотреть на процесс изгибания локального участка проводника повнимательнее. Возьмем участок прямого проводника. Линии магнитной индукции из учебников физики окружают его концентрическими цилиндрами. И наш скандер неплохо показывает сечение этих образований. Однако, как мы видели при изгибе проводника, точки изменения его геометрии становятся зонами начала кольцевых образований из-за залива. Давайте попробуем разобраться, почему так происходит. Итак, исходно пока проводник прямой. Мы видим вроде бы прямые линии, образованные сечением кольцевых из-за линий из учебников физики. Все по классике. Однако, вы наверное обратили внимание на то, что во всех учебниках описан так называемый уединенный проводник с током бесконечной длины. То есть, концы проводника из нашего учебника теряются где-то в бесконечности. Эдакий сферический конь в вакууме. Если выражаться корректно, то можно сказать, что при этом рассматривается локальная зона отрезка проводника, а не проводник как единое целое. Так вот, если рассматривать только данную, локальную зону, то из-за линии напряженности будут представлять цилиндры, а их сечением, естественно, будут прямые линии, уходящие за границы локальной зоны. В физике это, к сожалению, стало стандартным приемом. Не то, чтобы опубликовать полностью ложные данные, но в большинстве случаев либо пытаться стыдливо умалчивать про границы применимости, либо просто недоговаривать некие значимые факты. Однако, наш реальный проводник имеет границы линейного участка. Это его концы, к которым подключены провода, соединяющие его с источником тока. Даже если мы говорим об одном цельном проводнике, изучаемый участок которого выполнен полностью прямым, то за границами этого участка так или иначе будет формироваться искривление проводника, потому что иначе как его можно подключить к источнику тока. Так вот, если мы рассмотрим наш проводник как макрообъект, то увидим, что те самые прямые изолинии являются прямыми только на локальном участке. А если рассматривать полностью весь проводник, то они представляют собой часть кольцевой структуры, охватывающей весь проводник как макрообъект. Это мы видим в плоскости. А если попробуем представить в объеме, то наши изолинии превратятся в терридальные структуры, охватывающие проводник со всех сторон. Теперь, думаю, вам станет понятнее, что, собственно, происходит при сгибании проводника. Вот прямо сейчас вы видите иллюстрацию, что такое и есть индуктивность. Более детально причины и механизмы этого явления будут рассмотрены в цикле лекций «Этот вихревой мир». А мы пока продолжим. В данном видео мы собирались начать рассматривать контуры с током. Чем же контуры отличаются от локальной зоны проводника, который мы рассматривали ранее? Тем, что контур – это макрообъект. Это значит, что он из чего-то состоит. Если взять один виток, а ведь контур может состоять из одного витка, то состоять он может только из разных сегментов этого самого проводника, который его образует. Никаких и не их сущностей в этом случае не предусматривается. Так вот, давайте попробуем постепенно менять геометрию нашего линейного проводника и посмотрим, что будет. Причем менять геометрию будем не как в учебнике, формируя контур по окружности, а под прямыми углами. Позже вы поймете, в чем смысл такого подхода. Итак, смотрим на локальную зону прямого проводника с течением 2 мм. Но это мы все видели ранее, поэтому не задерживаясь, идем дальше. Согнем наш проводник под углом 90 градусов и снимем скан. Мы видим формирование пары индукционных тороидов вокруг свежеобразованных сегментов нашего проводника. Посмотрим на карту изолинии с бокового сенсора. На ней мы видим, что в этой проекте индукционный тороид вертикального сегмента проводника стал полностью обособленным. И абсолютно аналогичную картину мы можем наблюдать с фронтального сенсора для горизонтального сегмента проводника. Общий тороид прямого участка распался на два обособленных образования. Продолжим начатое. Выполним второй изгиб проводника на 90 градусов. Мы видим, что тороида стало теперь три по числу сегментов. А во внутренней полости контура начала формироваться отдельная структура нашего контура как макрообъект. На скане с бокового сенсора мы видим только зону, прилегающую к вертикальному сегменту проводника. А вот на фронтальном виде начинаем видеть структуру новообразованного макрообъекта. Вот этот индукционный тороид стал общим для обоих горизонтальных сегментов проводника. Его периферийные участки отвечают за сцепление с образующими макрообъект проводниками. А вот в зонах изгиба происходит поворот фазы, формирующей индукционный тороид стоячей волны на 90 градусов. И мы видим как бы срез в горизонтальной плоскости стенок его вертикально ориентированной структуры. Продолжим изгибать наш проводник так, чтобы получилась змейка. Снимем скан получившейся конструкции с верхнего сенсора. Покажем карту изолин. Мы отлично видим, как каждый сегмент нашего проводника имеют свою локальную индуктивность, выраженную охватывающим его тороидом. Зона изгиба является как бы пересечением тороидов. Там происходит сдвиг фазы колебаний и распространения по проводнику электрического поля на 90 градусов. То есть вращательные компоненты распространения становятся линейными и наоборот. Так происходит в каждом изгибе проводника. Посмотрим на карты изолинии с вертикальных сенсоров. Вид с бокового сенсора. Вид с фронтального сенсора. На приведенных видах мы замечаем достаточно сложную внутреннюю структуру макрообъектов, образованных регулярными изгибами нашего проводника. Что же мы получили в результате? Если мы рассмотрим весь наш проводник как единый макрообъект, то получим классический безиндуктивный бифиляр, только выполненный из одного проводника. То есть индуктивность в такой конструкции, измеренная на его концах, не будет сильно отличаться от таковой для прямолинейного отрезка проводника. Однако это будет необычный бифиляр. Его бифилярность, в смысле механизм компенсации индуктивности путем сложения действий полей разнонаправленных токов, будет распределен пространством. В стандартном бифиляре два проводника находятся в непосредственной близости друг от друга. И в каждой точке соприкосновения, по всей их длине, действия полей как бы компенсируют друг друга. В нашем же случае ситуация иная. У нас суммарную нулевую индуктивность порождают пространственные макрополя сегментов. То есть на локальных участках это не бифиляр, а как бы последовательность прямоугольных контуров с током. Однако на макро уровне такая конструкция будет вести себя аналогично бифиляру. Ее суммарная индуктивность будет скомпенсирована. В приведенной конструкции скрыт еще немало интересных свойств. Но мы их рассмотрим несколько позднее, после того, как в цикле «Этот вихревой мир» будет дана необходимая для понимания базовая информация. Зосим, давайте завершим сегодняшнее видео. Благодарю вас за внимание. Увидимся в новых роликах. С вами был Фантом. Субтитры сделал DimaTorzok